Нет, ничего приятнее осознавать, что теперь ты можешь снимать видео без подготовки. Всем привет, с вами Андрей Кубик. Это очередное внеплановое видео, у меня все видео только внеплановые какие-то. Внеплановые я имею ввиду, что я же типа веду серию кубиков, серию кубик Рубика для тех, кто вообще ничего не знает. И это по идее план, а все остальное как бы очевидно не внеплановое. То есть как только есть план, все становится типа внеплановым. Поэтому у меня будет план снимать внеплановое видео. Значит, я расскажу об одном анекдоте математическом, который для того, чтобы понять, нужно быть хорошим математиком. Я это объясню простыми словами, как смогу. Сразу говорю, если... Ну, то есть я это излагаю так, как я это понимаю. Так что если есть какие-то комментарии, то пишите в комментариях. Буду очень рад. Значит, для начала нам потребуется понятие функции. Функция, как мне объясняли в стародавнем пятом классе, это такой черный ящик, который шуршит. Функция, который что-то делает. То есть он на вход принимает какие-то штуки. Эти штуки называются аргументы или параметры. В зависимости от того, какую функцию мы имеем в виду. В программировании или в математике, или вообще где. И на выходе этот черный ящик дает какой-то результат. Значит, я даже вот так нарисую. Типа результат. И математики задавались таким вопросом. Ну, рано или поздно они должны были задаться этим вопросом. А что если придумать такую функцию, которая бы решала абсолютно любую задачу? Вот, ну, допустим, мы бы придумали такую функцию, чтобы мы о ней могли знать. Для того, чтобы сделать такую функцию, нам нужно, ну, я предлагаю идти в данном случае от плохого к хорошему. То есть у нас есть функция, которая не очень хорошая. Потом функция, которая получше. А потом функция, которая совсем хорошая. То есть мы идем вот так. То есть у нас есть какой-то результат, абсолютно любой. Мы делаем любую функцию и дальше начинаем ее как-то усложнять и улучшать. Вот. Но для того, чтобы делать лучше, нам нужен параметр критерий хорошести, грубо говоря. То есть какая функция, вот эта функция, она хуже? Она там вот так или она вот так? То есть нам нужно как-то сравнивать действия функции. То есть нужна формализация задачи. Формализация вот этой вот штуки всей. И математики придумали такую штуку. Значит, давайте мы будем признаком, нет такого слова в русском языке, но я его изобретаю, хорошести. Признаком хорошести будем считать время решения. То есть я даже вот так нарисую часы, чтобы было понятно. То есть есть задачи, которые, как говорит один мой знакомый математик, до решения которых я не доживу. Даже если писать программу, которая будет перебирать варианты быстрее человека. Но все равно, вариантов может быть очень много. Собственно говоря, как в кубике Рубика их 43 км зелену, да, в состоянии заполненных. То есть 20 лет потребовалось для того, чтобы дешифровать вот все эти, построить дерево. То есть вот дерево этих состояний. Вот. Причем они же там могут быть еще и сокличные. То есть кубик Рубика там повернул на 4 раза, да, и... О, смотри-ка. Повернул на 4 раза, у тебя зациклилась эта ситуация. То есть ты пришел в ту же точку. То есть вот это вот дерево потратилось... Это 43 квинтиллиона. То есть квадриллиона, по-моему, это называется еще. То есть миллиард миллиардов. И вот чтобы вот все эти миллиард миллиардов закодировать эти дерева, потребовалось, по-моему, 20 лет. Вот. В Википедии, по крайней мере, так написано. То есть есть задачи, которые мы просто не в силах решить. Соответственно, у нас возникает критерий. Мы хотим сделать так, чтобы задача хорошая. Задача решалась до приемлемого времени. И возникает следующий вопрос. А что такое приемлемое время? Приемлемое время нужно оценивать от вот этого. То есть если мы, например, решаем задачку теремофирма, то решение может быть действительно достаточно долгим. Собственно говоря, ее сотни лет решали, даже больше. Вот. А если мы, скажем, сюда напишем 2 плюс 2, и программа будет решать эту задачку столько же, сколько решали теремофирма, для нее было приемлемо это время, а вот для этой задачи это время будет неприемлемо. То есть нам нужна пропорция между вот этим и вот этим. Значит, я беру следующий листик. Вот. И ученые договорились следующим образом. Мы будем оценивать вот это условие в битах. Сколько бит занимает условие. А здесь мы будем считать время, которое, ну понятно, не в секундах. То есть один компьютер может по одному алгоритму считать там 5 секунд, а другой компьютер под этому же алгоритму будем считать 6 секунд. Поэтому нужно какое-то такое универсальное, универсальное единице измерения времени. И опять же, ученые договорились следующим образом. Мы будем выражать это, это Т, от вот этого я нарисую, там, например, Б букву. То есть у нас будет Т от П, равно чему? То есть мы находим некоторую пропорцию. И пропорция, значит, последнее, что надо знать про NP-задачу. Я напишу здесь NP-задача. Последнее, что надо знать про NP-задачу, что есть такая штука как поленом. Поленом это, грубо говоря, вот есть у вас А1 плюс А2 плюс А3 и так далее. То есть до бесконечности. А бесконечная. То есть это вот некоторый ряд. И поленом это некоторый такой ряд, который по некоторым правилам, то есть вот эти Ашки, они там под собой что-то еще хранят, еще хранят. Но суть в том, что это просто выражение, которое либо складывается, либо есть вариант, когда умножаются, то есть произведение членов. В нашем случае это будет сумма. То есть сумма равна вот этому. И вот эти Ашки зависят от количества бит. То есть фактически мы как раз нашли ту зависимость времени от входных данных. То есть мы нашли зависимость выходных данных, хорошести функций, от начальных условий. И теперь самый прикол, вот рассказываю Нигер теперь наконец, все это было вступлением на самом деле, теперь будете смеяться. Значит, очень элегантная такая штука. Ученые решили, а дайте-ка мы, ну вот ведь вот эта вся задача, это тоже задача, и ее можно поместить в начальный вход. И что получается? Что получается, что если бы эта задача просто решалась, то есть задача по решению задач имела бы простое решение, простой алгоритм, мы бы его уже нашли. То есть НП задача может решить саму себя, но поскольку она не решена, сама себя она решить пока что не может. То есть НП задача является НП задачей, как это не смешно. Вот, и я приведу примеры, похожие примеры из спидкубинга. Значит, начну я с папет куба. Папет куб это куб, который недавно вышел на рынок, выглядит он вот так. Я даже нарисую, чтобы было виднее, какие у него сечения. Вот такие у него сечения. Вот. И есть, соответственно, вторая модель. Это уже папет куба. Она выглядит вот так. Вот так. То есть это такая хитрая гололомка, который... Это бандаж со внешними элементами. То есть его можно крутить вот здесь вот у нас, если мы достроим, это будет кубик 3 на 3. А вот этот вот угол, он как бы настраивается вот над этим. То есть это такой нахлобушке такая. И эта нахлобушка, когда мы вращаем куб, она мешает поворотам каких-то других нахлобушек. Соответственно, они внешне. То есть это не бандаж, который мы склеиваем, да? Это бандаж, у которого блоки выросли до размеров больших, и они при вращении начинают друг другу мешать. То есть я такого бандажа еще ни разу не встречал. Но есть такой нюанс. Этот бандаж сводится к вот этому. А это бандаж пятера. И он без нахлобучек. Почему это так? Вот почему. Потому что вот у нас вот эта вот нахлобучка, и вот у нас вот эта нахлобучка. То есть вот это замешанное состояние папет-куба. Ну, не совсем папет, это скорее папет из одних блоков. То есть там как бы нет вот этих вот внутри элементов трешки, которые вращаются. То есть они вращаются как бы как обычный кубик. А здесь просто блоки. То есть этот вот человек, который сделал этот вот кубик, на 3D принтере напечатал, он его делал ровно с тем расчетом, чтобы учиться собирать блоки без вот этих вот маленьких деталей. И оказалось, что вот этот вот куб, это копия вот этого куба. То есть вот эти вот блоки, они являются аналогом вот этих блоков. То есть действительно папет-куб можно замешать в виде пятеры. И самый прикол, почему это вот, кстати говоря, замешанный папет-куб, вот у него эти блоки мешают друг другу, и вот эти вот элементы еще внутри вращаются как бы вот так. Там вот внутри еще элементы, то есть вот эти блоки, они как бы скрывают эти элементы. Так вот почему это похоже на MP-задачу? Потому что практически любой бандаж, который является замешиванием блоков, то есть вот как вот такой, для него нужно простраивать дерево, вот это вот, о котором мы говорили. И это дерево простраивается, оно может быть очень длинное, а может быть очень короткое. И обычно, ну вот можно написать программы, которые оценивают, насколько длинный граф. Но в данном случае граф может быть как длинным, так и коротким. И пока вы не начнете решать эту задачу, вы никогда не узнаете, решается она или нет. Так же, как с MP-проблемой. Если бы у нас было решение MP-задачи, MP-проблемой, мы бы сразу решили MP-задачу. То есть это задачка, которая как бы дразнит нас. То есть давай начни решать, а как бы я тебе не скажу. Возможно это коротко, возможно это просто, возможно это задача, которая как бы решает саму себя, но очень сложна. Так что надеюсь хоть что-то было понятно. Я еще раз говорю, оценил, описал, как это я понимаю. Но у меня в голове такая картинка получается, то есть просто забавный анекдот. Если бы у нас было решение MP-задачи, мы бы давно решили MP-задачу. Вот и все. Увидимся в следующих видео. Всем пока. С вами был Андрей Кубик.